У любого объекта в языке Python есть значения, и важно понимать, какие значения могут принимать объекты того или иного типа. Если объект может изменять свое значение в течение жизни, мы назовем его изменяемым объектом или mutable object. А если он не может изменить свое значение в течение жизни, мы назовем его неизменяемым или immutable object. Возможность объекта изменять свое значение чаще всего зависит лишь от типа объекта. Необходимо понимать, какие типы в языке Python являются изменяемыми, а какие неизменяемыми. Поэтому давайте заполним следующую табличку. Здесь мы будем выписывать неизменяемые типы, а здесь мы будем выписывать изменяемые типы. Начнем мы, конечно же, с чисел. Числа являются неизменяемыми объектами. То есть если бы где-то мы в коде запустили A равно 5, B равно 6, а затем бы, допустим, присвоили A равно A плюс B, чтобы у нас происходило в оперативной памяти, у нас бы был объект для пятерки, был бы объект для шестерки, и сумма бы ссылалась на объект для суммы, то есть на объект для 11, поэтому сначала бы A ссылался на 5, затем бы B ссылался на 6, а затем бы A снова ссылался на новый объект 11. Таким образом, в контексте чисел мы можем изменить значение переменной. Сначала A ссылалась на 5, затем A ссылалась на 11, и при этом значение переменной A действительно изменялось. Но мы ни разу не изменили сам объект, то есть у нас был объект пятерки, объект шестерки, они не изменились для того, чтобы получить сумму, мы создали новый объект. Таким образом, раз числа являются неизменяемыми типами, все операторы и функции, которые работают над числами, они не будут изменять самые объекты чисел, которые мы в них передали, чаще всего они будут возвращать нам новые объекты. Это верно для всех чисел, для целых чисел, для вещественных чисел и для комплексных чисел. Следующий тип, который хочется размотреть, это логический тип bool. Он также относится к неизменяемым типам. Как мы знаем, логический тип в языке Python имеет всего два значения. Это true и false, и интерпретатор этим очень экономно пользуется. В любой момент времени в оперативной памяти нашего компьютера, когда запущен интерпретатор, представлено всего два объекта логического типа. Это true и это false. Поэтому в любой момент времени, любой объект логического типа, который у нас используется, он всегда ссылается на один из этих двух. И любая перемена логического типа всегда ссылается на один из этих двух объектов. Если бы мы хотели проверить, что, допустим, находится ли число 4 в нашем листе x, ну, как мы можем проверить, на самом деле оно не находится, вот даже любое такое выражение всегда будет ссылаться всего лишь на один из двух объектов. Такая оптимизация позволяет нам не хранить в оперативной памяти огромное число логических объектов, которые могли бы образовываться в процессе исполнения вашего кода. Однако такая оптимизация возможна лишь тогда, когда бул является неизменяемым типом данных. Представьте себе, что у вас всего два объекта в оперативной памяти, и огромное число ваших переменных ссылается на каждый из них. Представим, что, допустим, вот 10 переменных ссылалось на значение true. А если бы оно было изменяемым? Если бы мы могли изменить значение true на false, и в какой-то момент мы бы это сделали? Это совсем не дело, потому что тогда куча наших логических флажков изменили бы свое значение. Поэтому бул является неизменяемым типом. Пришло время добавить на нашу доску и изменяемые типы. И первым, конечно же, будет список или лист. Говоря о последовательностях, стоит добавить также в неизменяемый кортеж или тапл. И также добавить строки, как последовательности символов. Чтобы понять, почему список является изменяемым типом, а кортеж не является, нужно понять, что же является значением списка. Пускай у нас есть список, допустим, 1, 2, 3. Что при этом вообще хранится в оперативной памяти? У нас есть объекты 1, 2, 3. И есть объект для нашего списка x. Значение списка — это упорядоченное множество ссылок на объекты. То есть мы знаем, что у нас есть ссылка на 1, у нас есть ссылка на 2, и у нас есть ссылка на 3. Изменяемость списка и его большое отличие от кортежа заключается в том, что мы можем изменить последовательность ссылок. Мы могли бы дописать что-нибудь в конец, допустим, ссылку на 4, написав, например, xappend 4. Или мы могли бы поменять что-нибудь местами, отсортировать его в каком-нибудь порядке, или что-нибудь еще. С кортежем же такое не сработает. Кортеж является неизменяемой последовательностью, и в будущий единственный раз созданным, эта последовательность ссылок не меняется до конца жизни объекта. Строки в языке Python также являются неизменяемой последовательностью. Однако вместо списков и кортежа мы теперь храним ссылки на объекты, а просто символы в юникоде. Стандартной кодировкой строк в языке Python является UTF-8. Также стоит вспомнить про словари и множество. Словари, конечно же, являются изменяемым типом данных. Мы можем изменить значение по ключу, мы можем добавить новую пару ключ-значения, мы можем избавиться от пары ключ-значения внутри одного и того же словаря, поэтому словарь, конечно же, является изменяемым типом данных. Множество также является изменяемым типом данных. Мы можем добавлять туда и убирать новые элементы, и все это внутри одного множества. Однако стоит держать в голове, что у множества также есть и неизменяемая версия, неизменяемое множество или frozen set. Немножко подытоживая. Всегда стоит помнить, какие типы данных являются изменяемыми, и всегда держать в голове, если у вас несколько переменных ссылаются на один и тот же объект изменяемого типа. Это значит, что изменение какой-либо переменной, которая ссылается на этот объект, повлючит изменение объекта, а как следствие и всех переменных, которые на нее ссылаются. Можно посмотреть нашу табличку и вспомнить, что изменяемых типов в языке Python стандартных всего три. Это list, dict и set. Нужно быть аккуратнее, когда вы пишете код и используете данные типы. Продолжение следует... Продолжение следует...